Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. По сообщению агентства Reuters, президент США Дональд Трамп в ближайшие дни намеревается подписать документ об официальном признании суверенитета Израиля над голландскими высотами. А с нами на связи известный израильский политолог Арик Эльман. Арик, рад тебя приветствовать. Добрый день! Добрый день! Арик, Reuters также сообщает, что Трамп намеревается подписать упомянутый выше документ во время визита премьер-министра Израиля именно Танягу в Вашингтон. Визит состоится на этой же неделе. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, Трамп хочет помочь нашему премьер-министру в ходе его избирательной кампании? Я думаю, что, скажем так, мешать ему он точно не собирается. Мы видели это, когда публикация мирного плана Трампа была отложена до выборов израильских, чтобы не создавать лишних неприятностей Антоньяну. Мы видим нынешнее заявление, которое последовало. Трамп даже не стал держать это в качестве сюрприза. Я объявил об этом в Твиттере. Трамп – это не тот человек, который скрывает свои симпатии и антипатии. Он чувствует себя удобно с Натанягу. Ему кажется, что он и израильский премьер-министр передают на одной волне, что называется. Поэтому он не чувствует, что он должен сдерживаться. Более того, есть прецеденты. В течение долгого периода американские администрации, демократические в основном, вмешивались в израильские выборы на стороне одних кандидатов и против других кандидатов. На стороне Шимона Перриса в 1996-м, против Натаньягу в 1999-м, в определенной степени против Натаньягу в 2015-м. Так что симпатия к тому или иному израильскому лидеру – это не новость в коридорах власти в Вашингтоне. Арик, а скажи, можно ли говорить о том, что это своеобразная отвертка, благодарность Трампа, Бенину Танягу, который, как известно, в ходе прошлой избирательной кампании в Соединенных Штатах выступил со своей знаменитой речью в Конгрессе, где фактически, извини за это слово, раздолбал бывшего президента Обаму. И в какой-то степени, да, это, наверное, и помогло Трампу. Ну, давай все-таки расставим точки над «и». Натаньягу выступал в Конгрессе по поводу иранской сделки в роде призывной кампании в Израиле. Это решение Натаньягу было сделано, он не получил приглашение от тогдашнего республиканского руководства Конгресса, но, тем не менее, оно было вызвано его стремлением использовать любую сцену для того, чтобы агитировать против этого соглашения. И оно было уже кульминацией периода, долгого периода весьма непростых и крайне негативных личных отношений с Обамой. Поэтому тогда еще кандидатуру Трампа всерьез не рассматривают. Те, кто хотят критиковать Натаньягу, говорят, что эта речь была одним из элементов растущего, так сказать, раскола между демократами и республиканцами по поводу Израиля. Те, кто не согласны с этим, говорят, что раскол был инициативой никого иного, как президента-демократа Барака Обамы, который с самого начала, придя к власти, видел в Израиле в лучшем случае абузу, а в худшем – большую проблему. Поэтому, когда Трамп начал свой кампейн, не надо забывать, что его первые заявления относительно Израиля и отношения с Израилем были далеко не такими однозначными. Он говорил, если помнишь, о том, что надо будет проверить ситуацию с военной помощью Израилю, надо будет понять, что Израиль нам за это дает, и подвергся даже критике за это, потому что его первые, так сказать, ходы на политическом поприще были ориентированы на наиболее скептически настроенную часть американского электората во всем, что касается иностранных дел, внешних иностранных вмешательств и помощи иностранным государствам. Однако вскоре Трамп открыл для себя, что значительная часть потенциального его электората является людьми очень произраильским. В первую очередь, евангелисты, значит, огромное количество республиканцев, часть независимых, и поэтому он достаточно умело и легко, используя свои собственные связи, семейные связи с еврейской темой, с израильской темой, сделал, так сказать, пируэт и позиционировал себя как большего сторонника Израиля, чем демократический кандидат Клинтон, которая, как Трамп утверждал в ходе кампании, она продолжит антиизраильскую линию Обамы. Она будет поддерживать, продолжать иранскую сделку, она будет продолжать давить Израиль, сделать новые уступки и так далее. И что самое интересное, это то, что с тех пор во всем, что касается отношения Израиля с палестинцами, Трамп последовательно выполняет все свои обязательства, которые он взял на себя в ходе предыдущей кампании. Перенос посольства в Иерусалим, ликвидация выхода из соглашения с Ираном, выхода из Совета по правам человека, ужесточение санкций против палестинской автономии. Все это Трамп обещал в ходе предыдущей кампании, все это произошло. Арик, возвращаясь к теме голландских высот, как ты считаешь, продиктовано ли, может ли быть продиктовано решение Трампа о признании суверенитета Израиля над голландскими высотами тем фактом, что, ну скажем так, арабский мир достаточно вяло отреагировал на то, что американцы признали столицу Израиля Иерусалим. Отсюда корни вот этого решения. Я думаю, что есть логика в том, что вы говорите. И, конечно же, Иерусалим, да, это место для ислама очень важное. Проблематика палестинская вступает в игру, проблематика иорданская вступает в игру. Понятно, что теоретически реакция арабского мира должна была быть гораздо более нервозной. Она была очень умеренной. Что касается голландских высот, тут есть конфликт между Израилем и сирийским режимом, в данный момент крайне непопулярным практически во всем арабском суннитском мире. И поэтому Трамп рассчитывает, по всей видимости, что реакции будут еще более умеренными. Правда, но не надо забывать, что есть здесь определенный элемент прецедента. Потому что это первый случай, когда Соединенные Штаты принимают, соглашаются с израильскими территориальными приобретениями, сделанными в результате шестидневной войны. Напомню, что в случае с Иерусалимом этого не произошло. Трамп не сказал, перенося посольство Иерусалим, что вот мы признаем единый Иерусалим, весь Иерусалим, израильская территория. Нет. Трамп заявил, что мы признаем Иерусалим столицей Израиля, потому что Израиль произгласил его своей столицей еще в 1948 году. И точно так же, как это происходит во всем остальном мире, нет никаких причин это суверенное решение израильского народа игнорировать. Но будущее Иерусалима, его границы и так далее будет определено между сторонами. То есть, признания аннексии всего Иерусалима не было. Это в случае с голландскими высотами. Первый случай, когда Соединенные Штаты говорят, мы признаем, что Израиль является сувереном на голландах, и что это территориальное приобретение справедливо. Поскольку, скажем, противники всегда говорили о том, что такого рода шаг будет являться резким нарушением устава ООН, который запрещает приобретение территории вооруженной силы. Это было сделано, когда ООН составлялся, для того, чтобы попытаться предотвратить войны, агрессивные войны. Если любое территориальное приобретение в результате войны нелегитимно, тогда зачем начинать войну? Но другое толкование, которое придерживался всегда, Израиль говорила о том, что речь идет об агрессивных войнах. Израиль занял голландское плато в результате оборонительной войны, защищаясь от неспровоцированной агрессии со стороны Сирии. Более того, дальнейшая история показала, что голландское плато – это такая уникальная стратегическая территория, что когда Израиль контролирует ее, она фактически делает новую войну между Сирией и Израилем невозможной. Если Сирия вернется на это плато, новая крупномасштабная война между Израилем и Сирией станет практически гарантированной. И теперь, когда по ту сторону Сирийского плато находится не только Сирия, но еще и Иран, по всей видимости, Трамп решил, что это будет хорошая идея, продемонстрировать, что вот эта такая естественная крепость, которая защищает Израиль от уже иранской, возможно, агрессии, голландские высоты, она, Соединенные Штаты считают, что интересы безопасности Израиля и более того, стратегические интересы Соединенных Штатов обязывают сохранить эту территорию за Израилем, это поможет предотвратить новую войну, а не справиться с крутью. Арик, еще вопрос по этой теме. Дело в том, что когда стало известно о намерении Трампа подписать документ, соответствующий, о котором мы говорим, ряд ведущих мировых держав, включая Японию, Великобританию, Евросоюз, заявили о том, что они не согласны с решением президента Соединенных Штатов и до сих пор считают, что территория голландских высот Израилем оккупирована. У меня, да, кстати, можно даже привести цитату представителя, официального представителя Японии в ООН, который сказал, что, я процитирую, голландские высоты являются оккупированной территорией и ее аннексия Израилем неприемлема. У меня наивный вопрос, извини к тебе. Можно ли считать, что после этого эти страны, после таких заявлений, введут санкции против Соединенных Штатов и Израиля? Нет, санкции никаких, конечно же, не будет. Я думаю, что здесь речь идет о другом. Когда эти страны, и речь даже не идет, конечно, о симпатии к сирийскому режиму, да, речь идет о другом. Когда эти страны, ну, в отличие, ну, Россию оставим в стороне, там действительно есть... Да, мы еще поговорим. ...лояльности сирийскому режиму именно для этого, но когда речь заходит о Евросоюзе, например, там видят другой опасный, с их точки зрения, прецедент. Если Соединенные Штаты признают территориальное приобретение Израиля на Голландах, да, в Шестидевной войне, Голланды, где был, так сказать, известный, признанный международный суверен Сирия, то тогда, что может помешать Трампу, например, если он решит усилить компанию давления на палестинское руководство в Романе, объявить завтра, что он, к примеру, признает суверенитет Израиля над, скажем, блоком поселений Гуши Цион, который существовал, как мы знаем, еще до войны за независимость, был уничтожен арабами в ходе этой войны. У территории Иудеи и Самарии, по международному праву, не было никакого легитимного суверена после окончания британского мандата. Когда они были оккупированы Иорданией в результате войны за независимость, они были оккупированы, и эту оккупацию не признали легитимной никакие страны-члены ООН, кроме Британии и Пакистана. Поэтому, естественно, опасения, которые наверняка появились в Брюсселе и в других местах, говорят о том, что если так легко Трамп передал, фактически, Израилю часть территории Сирии, то у него вообще не будет проблем признать за Израилем право на территории, которые никогда никому не принадлежали официально. Трамп, решив, что палестинская экономия плохо себя ведет, может завтра решить, что та или иная часть территории, то или иное поселение, с его точки зрения, относится к Израилю, если Израиль того пожелает. То есть, Израиль может получить сигнал из Вашингтона, что мы знаем, что, скажем, лидеры поселенцев, особенности в Гушиционе, активно продвигают идею распространения израильского суверенитета на эти территории. Если, предположим, условно говоря, в ходе своего визита Натаньягу получит сигнал от Трампа, что ему такое развитие событий абсолютно не мешает, потому что этот психологический барьер он преодолел с принятием своего решения о Голланах, тогда вполне возможно Натаньягу с целью привлечь те же правые голоса или просто продемонстрировать израильской общественности размах своих успехов, может объявить за несколько дней до выборов о том, что он распространяет суверенитет на тот же самый Гушицион. И тогда это уже будет означать, что палестинская автономия потеряет часть территории, на которую она претендует, поскольку мы знаем, что палестинцы требуют, Европейский Союз их поддерживает, и ранее это была и американская линия при Барате Абаме, что вся территория Югеи, Самареи и Газа является предметом для переговоров, вообще теоретически считается палестинской, а Израиль должен вести с палестинцами переговоры, какую небольшую часть мы оставим за собой, на каких условиях. Тут все решение Трампа по Голланам создает прецедент, который может всю эту парадигму перевернуть кверх ногами. И это, понятное дело, пугает традиционных союзников палестинской автономии в переговорах с Израилем. Алик, и последний вопрос, реакция России, она, в общем-то, была предсказуема, там, в общем-то, тоже не стеснялись в выражениях официальные лица, вернулись к риторике Советского Союза, известной риторике, у меня вопрос, это все понятно, как это может сказаться на военно-политическом взаимодействии между Израилем и Россией по Сирии, то, что происходит сегодня, до сегодняшнего дня, по крайней мере, происходило? Никак, я думаю, никак, потому что, скажем, если верить этой риторике, то ее логическое продолжение, то, что Россия, предположим, должна объединить усилия с Ираном, помочь Сирии отобрать голландские высоты у Израиля. Мы все понимаем, что это совершенно абсурдный сценарий. Последнее, в чем заинтересована Россия, это широкомасштабный конфликт, новый, в который будет втянут с трудом уцелевший сирийский режим и его вооруженные силы. Как минимум, в ближайшие годы это вопрос, который вообще не может стоять на поездке дня. Сирия нуждается в массированных инвестициях в восстановлении своей инфраструктуры. Режим должен восстановить свой контроль над страной. Еще вообще непонятно, в какой форме этот контроль будет осуществляться. Ведь не только голландские высоты, но еще и значительные куски северной и восточной Сирии не находятся под властью сирийского режима в Дамаске. Сирия может протестовать, в том числе и потому, что это создает прецедент с ее точки зрения. Если, скажем, голланды, которые были сирийскими, теперь сирийскими не являются, кто сказал, что и Длиб должен оставаться сирийским, кто сказал, что курдские анклавы должны оставаться сирийскими. Если территориальная целостность Сирии больше не является приоритетом Соединенных Штатов, условно говоря, то тогда многие группировки на территории Сирии, которые традиционно поддерживали тесные отношения с Вашингтоном, могут решить, что именно на фоне предстоящей полной эвакуации американских войск из Сирии им стоит форсировать события и провозгласить какую-то форму автономии или независимости. Олег, огромное спасибо за очень интересное и компетентное мнение, как обычно. Спасибо, всего самого доброго и до новых встреч. Спасибо, до свидания. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»